Здравствуйте, уважаемые участники, слушатели цикла научно-образовательных онлайн-семинаров «Информатизация культуры, тенденции пиар-деятельности культурно-досугового учреждения в цифровой среде». Тема сегодняшней встречи – это культурный продукт, создание, распространение и потребление в цифровой среде. О чем будем говорить? Мы будем говорить, конечно, о виртуальном контенте, о способе его создания и продвижения. Будут некие практические проекты в сфере информатизации культуры, как примеры, и, конечно, подведение итогов всего цикла. Это что же произошло в рамках участия в цифровизации, опыта, ошибки и перспективы. Начну с того, что понятно, что работа в социальных сетях в современных условиях является, конечно, неотъемлемой частью маркетинговой коммуникации, и активное представительство библиотеки в социальных сетях позволяет не только оценить потенциал самого учреждения, но и выделить вектор его дальнейшего развития. И надо отдать должное, именно библиотеки уже прошли вот тот этап адаптации для выхода библиотек в то интернет-пространство, благосферу и так далее. И поэтому сегодня уже можно судить и о первых результатах, о трудностях, обмениваться идеями и осуществлять их на практике. Ну и, конечно, можно сказать, что все пользователи сети – это потенциальные читатели. И поэтому можно утверждать, что библиотекари помогают людям точнее формулировать запросы, определять достойное доверие источники и самостоятельно находить ответы. То есть библиотеки стали неким подобием поисковой системы с очень сложными и точными настройками. Библиотеки, сумевшие организовать крупные онлайн-коллекции, могут делиться своим опытом с пользователями, умением упорядочивать личные цифровые данные, а не тонуть в неосортированных электронных письмах и фотографиях с телефонной камеры. Кроме того, библиотеки стали коммуникационными центрами, связывающими своих посетителей по скайпу или по мессенджеру, или вживую с писателями, преподавателями, членами профессиональных сообществ. Но, тем не менее, до сих пор есть некие сомнения в том, помогают ли блоги и вообще социальные медиа привезти читателей в библиотеку. Я позволю себе несколько цитат. В первую очередь начну с Российской государственной библиотеки, которая в социальных сетях с 2010 года, и как и все направления СММ, от проб и ошибок перешла к профессиональному обучению сотрудников. Есть стратегия работы, учитывающая особенности отрасли и использующая все коммуникативные возможности социальных сетей. Что они отмечают? Это принцип формирования новостной ленты, рассказать о библиотеке, раскрыть наши фонды. Без котиков, конечно, не обходится, но у нас особые библиотечные котики. Это любопытные издания, плакаты, редкие книги. Мы пользуемся всеми инструментами СММ и проводим различные онлайн и оффлайн мероприятия. Наши подписчики с большим удовольствием участвуют в конкурсах, особенно где приз, экскурсия по библиотеке. Мы пытаемся пополнять нашу электронную библиотеку, развивать удаленные сервисы, сделать так, чтобы человек мог получить максимум информации, без необходимости приезжать в главное здание, на воздвиженку. И, кроме того, мы постоянно рассказываем о возможностях электронного каталога, удаленного заказа, подписных электронных ресурсов библиотеки и так далее. А консультацию библиографов просто присоединили к площадкам в социальных сетях на постоянной основе. Очень интересный опыт работы в Российской государственной библиотеке молодежи. Они утверждают в том, что маркетинговая деятельность в соцсетях имеет для библиотеки очевидные преимущества, такие как большой охват аудитории, минимальные материальные затраты, быстрое распространение информации, но отмечают и недостатки. К ним можно отнести необходимость обладать специальными знаниями о работе социальных сетей. Недостаточно быть рядовым пользователем, чтобы понимать все тонкости, умение развивать страницу в соцсети, привлекать новых подписчиков, постараться под модные тенденции и вкусы пользователей. Кроме того, именно библиотека для молодежи отмечает негативную роль, которую играет слабая вовлеченность старшего поколения, рассеянное внимание пользователей соцсетей. Почему? Потому что это является, скорее всего, глобальной проблемой, так как из-за большинства информации, из большого потока новостей, становится трудно сосредоточить внимание на действительно важном. Региональный пример могу привести, это город Курган, которым тоже был задан вопрос, удается ли проследить связь между активностью библиотеки в социальных сетях и уровнем регистрации и обращения читателей в библиотеки. На что они тоже ответили, да, конечно, это работает. Приводили два примера. Это то, что в один из летних периодов они открыли летнюю творческую площадку в форме открытой библиотеки под названием «Нескучный сад». И это все было, конечно, анонсировано в социальных сетях. И очень активно люди подходили, записывались и потом приходили в библиотеку лично. Отметили, что основу новостной лекции у них составляют новости книжного мира, анонсы мероприятий библиотеки и других библиотечных сетей. Однако наибольшим вниманием пользуются, конечно, конкурсы. На них стабильно большой отклик. Например, они объявили о проведении квест-игры в рамках акции «Библионочь» о шоколадном шоу, приуроченном ко Дню Петра и Февронии. И вот именно эта информация вызвала самое большое количество звонков от читателей, которые хотели уточнить подробности данных мероприятий. Ну, кроме того, отмечают фотоконкурс «Город глазами молодежи», что тоже было очень много откликов. И что фотоработы присылали и по электронной почте, и приносили лично. Интересен опыт государственной библиотеки Югры. Они очень активно работают с электронной библиотекой «Литрес», популяризируют ее. И при помощи виртуальной выставки, специально созданной для социальной сети, они провели виртуальную выставку «Викторину в гостях у сказки». Была посвящена она электронизации русских сказок советского кинорежиссера Александра Роу. И они отметили, что после описания сказок пользователям был предложен список книг, а также аудио- и видеоизданий, имеющихся в фонде государственной библиотеки Югры. И подробное описание того, каким образом можно получить этот бесплатный доступ к «Литресу» именно в этой библиотеке. Поэтому форм работы много, мы о них говорили на предыдущих занятиях. Но хочу отметить, что, конечно, одной из самых главных целей пиар-коммуникации в интернете является эффективное вовлечение пользователей в активное обсуждение тех или иных культурных товаров, а также решение именно значимых для аудитории проблем. Достижению этой цели способствует уникальный, конечно, и качественный контент. И будь то корпоративный сайт, будь любая другая интернет-площадка, социальные сети, интернет-СМИ, даже просто страницы, которые есть у библиотек, конечно, они основываются на информационном наполнении. И понятно, что в любом случае этому тоже надо учиться. Ну и напоминаю, что контент для веб-ресурсов традиционно можно разделить на три основных типа. Это графический, когда есть иллюстрации, фотографии, диаграммы, чертежи, схемы, анимации, видео и так далее. Фактически сюда технические характеристики, адреса, инструкции по эксплуатации, данные исследований, какая-то числовая информация и так далее. Ну и текстовые, это, само собой, тексты разного содержания, рассказы о библиотеке, описания тех услуг, которые она предоставляет, тематические статьи, какие-то календарные вещи. То есть то, что можно предложить читателю. Что касается публикации контента, включающего и тексты, и картинки, аудио, и видеоматериалы, то, конечно, это основа страницы в социальной сети. И тут в целом сохраняется некий функционал, и его нужно понимать, в какой соцсети применять. Мы об этом тоже уже говорили. Потому что те пользователи, с которыми вы сотрудничаете, кто-то может смотреть видеоролики, любить, кто-то слушать подкасты. Многие, может быть, наоборот, как раз предпочитают краткость 140 знаков, например, в Твиттере. И хочу сказать, что именно тот тренд, который задают библиотечные сотрудники, тренд 2020 года, это честность и открытость, он, конечно, находит положительный отклик у пользователей. Есть высказывание писателя и сценариста Нила Геймана, и оно очень популярным стало у подписчиков, которое звучит следующим образом. Google даст вам 100 тысяч ответов, а библиотекарь даст один, но правильный. Поэтому именно многие соцсети отмечают, что именно библиотекари являются наиболее грамотными производителями контента. Я хочу отметить, что появился новый функционал, который позволяет приблизиться к большим пользователям. Это вот тот сториз, о котором я говорила. То есть, когда контент исчезает за 24 часа, и вот те короткие видео, трансляции, которые может размещать библиотека, она как раз позволяет работать в таком непрерывном режиме. Ну, кроме того, я называла, что различного рода флешмобы, акции тоже привлекают внимание. Но и многие пользователи как раз отмечают важность визуальной составляющей для того, чтобы они захотели пользоваться услугами библиотеки, в которую, может быть, раньше не обращались, или просто готовы подписаться на новости неизвестной библиотеки в соцсети. И этому способствуют, конечно, отличительные хэштеги, по которым можно найти вот такого рода посты, которые обращают на себя внимание. Ну, сообщения о книгах часто сопровождаются такими хэштегами, как хэштег книги, хэштег «что почитать», хэштег «что интересно». Может быть, есть хэштеги для тех, кто пользуется уже известной сетью именно конкретной библиотекой. Ну, вот Белинка, у них есть хэштег, который называется «отзывы собака Белинка ЕКБ». Это локальные хэштеги, которые работают внутри сообществ ВКонтакте. Но можно придумывать уникальные хэштеги для своей конкретной библиотеки. Например, вот хэштег, который называется «читайте с Пушкинкой». Пример хэштега на слайде «книги дышат», хэштег «конец света», хэштег «моя любовь», хэштег «библиотека Некрасовка». Чем интереснее, чем неожиданнее вот такие использования хэштегов, тем, наверное, больше привлекается внимание. Мы, когда перешли на самоизоляцию, нам нужно было срочно перевести наши все образовательные мероприятия в онлайн-режим. И мы придумали такой хэштег, который называется «хэштег узнай онлайн». Проводили серию вебинаров под этим хэштегом. И я вам хочу сказать, что это привлекло внимание тех участников нашей образовательной программы. Весь контент, который используется библиотекой для соцсетей, он, собственно, делится на развлекательный, образовательный, информирующий и рекламный. Я могу назвать некий круг тем, на которые принято, скажем так, обращать внимание. И можно разрабатывать определенные тематические рубрики. Ну, во-первых, это комментарии к официальным новостям библиотеки. Единственное, что не нужно прям напрямую копировать вот эту новостную информацию, а все-таки как-то подойти более творчески. Информирование о деятельности библиотеки, о ее мероприятиях. Информирование об услугах и ресурсах библиотеки. Предоставление электронных и печатных новинок. Исторические справки, интересные факты о библиотеке. Дискуссионные вопросы о книгах, о чтении, о библиотеках. Это ответы на вопросы пользователей. Это развлекательные и познавательные материалы о книгах, о писателях, о чтении. Это интересная краеведческая информация. Это рекомендованные, рекомендательные списки литературы. Это полезные ссылки. Это комментарии к событиям, которые происходят в принципе в библиотечном мире. Возможно, что это даже переводные статьи из зарубежных средств массовой информации. Конечно, необходимо освещать полезный опыт библиотеки, инновационную деятельность, формировать фотоальбомы, я уже об этом говорила, видео, фоторепортажи. Специалисты утверждают, что весь библиотечный контент можно разделить на три части. Причем одна треть из него будет непосредственно библиотечным контентом. То есть, новости библиотеки, видеообзоры, фотографии, библиотечные будни, советы, рекомендации, новинки и так далее. Одна треть – это не библиотечный контент. Это тематический юмор, интересы аудитории, новости библиотечной сферы, проблемные дискуссии, околотематический контент и так далее. И одна треть – это пользовательский информационный контент. Для того, чтобы привлечь внимание большего количества пользователей. Это участие в конкурсах, комментарии в дискуссиях, ответы на вопросы. Это собственные фотографии видео, комментарии к фотографиям видео и так далее. То есть, вот работы достаточно много. Приведу пример конкретной библиотеки. Это Центральная детская библиотека города Новокузнецка, которые тоже очень активно работают и в Инстаграм, и в остальных сетях. Они часто размещают анонсы и презентации. Это и онфлайн мероприятия в библиотеке, выставки, лекции, семинары, постановки. Все это они анонсируют в соцсетях, чтобы привлечь внимание подписчиков на само мероприятие, на события. Или напомнить им об этом мероприятии за неделю, за несколько дней. Вот такой скриншот представлен. 8 октября в Центральной детской библиотеке состоялось занятие и так далее. Еще один пример – это обзор новой или популярной книги. Это библиотека имени Гоголя. Способ знакомить читателей с фондом библиотеки, завязать обсуждения под постом для увлечения вовлеченности подписчиков. Эта же библиотека, Гоголевка, как они себя называют, использует еще одну идею для контента, которую они нашли за пределами библиотеки. Это то, что можно писать исторические заметки о самом городе или об известных людях. И вот они придумали 400 знаменитых новых кузнечан. И об этих людях рассказывают короткие их истории. Вот тот стори-теллинг, о котором я говорила. Анонсы истории от иностранки и библиотек Красноярского края, которые я тоже на предыдущем занятии называла. Например, завтра семинар по финансовой грамотности, анонс этого мероприятия. И сразу же просьба показать какую-то реакцию. Очень интересно работает Московская область, город Дмитров. Дмитровская центральная межпоселенческая библиотека. Вот скриншот их главного сайта, скриншот их публикации в Инстаграме. Ссылочка на нее будет. Ну вот, например, буквально последние их публикации, которые были у них на сайте. Это кроссворд День космонавтики, кроссворд День геолога. Отчеты о выполнении муниципального задания за первый квартал 2021 года. Добавлен план мероприятий на апрель 2021 года. Календарь знаменательных дат на 2021 год. Всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства. Ну и вот тоже мероприятие, которое назвалось «Космос». Это круто. Была проведена квиз-игра со школьниками Дмитровской школы имени Кузнецовой. И участники интеллектуальной вот этой игры были учащиеся седьмых и восьмых классов. То есть вот уже вот с одного буквально новостного какого-то новостной информации уже можно говорить об объеме деятельности именно этой конкретной библиотеки. Если говорить о Питерской библиотеке Гоголя, то они тоже очень интересно работают. Они преобразовали свою библиотеку в актуальное мультимедийное пространство. И вот я сделала вам ссылочку на тот виртуальный тур, который я считаю, что они вот очень грамотно использовали. Можно в рамках каких-то образовательных моментов, можно рассказать библиографии писателей из фонда библиотеки. Вот город Зеленоград тоже очень активно пользуется этим направлением деятельности. Тоже используют хэштеги, книжный блог, департамент культуры, библиотеки Москвы, библиотеки Зеленограда, я люблю Москву, хэштег Гашек, хэштег Швейк, хэштег писателей 20 века и так далее. То есть вот тоже очень активная информация. Но если говорить о необычных каких-то акциях и конкурсах, то я приведу в пример библиотеку, опять же, Государственную универсальную научную библиотеку Красноярского края, которая очень активно сотрудничает с соседней кофейней, и от библиотеки действует скидка 20%, и вот они активно, так сказать, сотрудничают с тем, чтобы была польза и тем и другим. Значит, по соседству с библиотекой на Мира 90 открылась кофейня, ребята предлагают читателям и сотрудникам скидку, это будет до конца года, при обращении надо показать читательский билет или пропуск для сотрудников. Ну вот такой интересный опыт. Поэтому, если мы говорим о том, что контент должен быть все-таки качественным, поэтому необходимо делать акцент именно на качество материалов, а не на их количество. Вот тут тоже нужно найти ту золотую середину, которая позволит вам грамотно присутствовать в интернет-сети. Ну, во-первых, внимание подписчиков привлекается именно грамотным контентом, но и причем ежедневным обновлением, которое тоже позволяет им следить за действиями библиотеки здесь и сейчас. Ну, что из советов? Пишите понятные тексты, вполне возможно, что они могут быть и провокационными, да, чтобы подразумевать некие дискуссии в комментариях. Хорошо работают интерактивные посты, вовлекающие пользователей современное творчество. Посты с призывами перепостить, лайкнуть, прокомментировать, они тоже всегда вызывают ответную реакцию. Материал должен быть грамотно написан, без орфографических, стилистических ошибок. И очень важно, чтобы библиотекарь исключали непроверенные цитаты, потому что уникальный авторский текст или проверенный материал из достоверных источников, то необходимо делать, конечно, ссылочки на первоисточник. Это тоже очень важно. Что еще? Структурируйте информацию, создавая удобный для восприятия текст и понятное оформление. Можно использовать маркированные списки, в которых размещается основная информация, потому что вот тот кирпич текста, который иногда присутствует на сайтах библиотек, конечно, он очень как монолит, он смотрится очень сложно и не вызывает желания прочитать, что же там за информация. Поэтому в зависимости от того, с какой сетью работаете, конечно, нужно по-разному давать эту информацию в разных социальных сетях, и мы об этом говорили. Конечно, необходимо создавать запоминающийся, уникальный контент с использованием картинок, фотографий, видео. Очень хорошо всегда работает применение смайликов, в зависимости особенно от целевой аудитории. И, конечно, если вы с детьми или с молодежью работаете, это всегда работает. Кроме того, хорошо разбавить можно материал одной или двумя фотографий, но сделав при этом гиперссылку на те фотоальбомы, которые у вас есть. И кто заинтересуется, тот может более подробно посмотреть. Что еще? Можно показывать открытость библиотеки, размещая закадровое фото, видео рабочих процессов. Можно выкладывать в группу анонсы мероприятий, вебинаров, прямых эфиров и так далее. Можно снимать буктрейлеры, посвященные анонсам книг и способствующие продвижению чтения. Но если у вас есть финансовые возможности, то, конечно, можно продвигать уникальный контент, который вы там предлагаете в группе или на сайте при помощи контекстной или таргетированной рекламы. Хорошо действует некое чередование информационной, познавательной и развлекательной информации именно в поста для продвижения. Необходимо найти вот этот баланс. И тоже есть совет специалистов, что примерная комбинация постов это 4 к 1. То есть на 4 образовательных информационно-познавательных поста 1 развлекательный. Можно пользоваться не прямыми, а как бы опосредованными рекламными приемами. Сейчас очень актуальна нативная или естественная реклама, которая как раз прячется среди обычной информации, которую вы размещаете на платформе. И, в общем-то, она должна быть как-то соответствовать тем запросам и интересам пользователя. Ну, наверное, вы заметили, что если вы вдруг посмотрели какую-то информацию, сувениры в библиотечной среде, то потом дня 3-4 вам все время будут приходить какие-то, всплывать какие-то окна, где вам будут давать эту информацию как раз о том, что вы поискали. Что еще? Вот можно размещать рекламную вот эту продукцию, которую мы называем естественной, потому что она просто качественная, полезная и, собственно, ее отличие в том, что она не вызывает раздражения у пользователя. Уделяйте внимание структуре текста. Значит, структура тут очень простая и понятна. Введение – основная часть заключения. А есть еще такой прием, который называется «крючок в виде подводки» или «лида перед введением». Но все равно основную часть включает в себя мысли, идеи, аргументы, анализ и так далее. И есть очень простая формула – один текст – это одна цель, и один абзац – это одна мысль. Ну и, конечно, есть ситуация, когда можно текст вообще считать как один призыв к действию, да, там, прийти в библиотеку, получить доступ к ресурсам, прочитать книгу и так далее. Поэтому, конечно, вот тот контент-план, о котором мы говорили на предыдущем занятии, он здесь очень и очень важен. И еще один совет – это использование разработанных шаблонов для определенных типов постов. Это уже сейчас тоже существует огромное количество ресурсов, где его можно просто скачать уже готовый шаблон. Я у вас ссылочку на такие посты прикрепила к тем материалам, которые вы сегодня посмотрите. Если говорить дальше о том, как бы советовать, что же необходимо делать, конечно, это внимание тому названию, того информационного материала, который мы размещаем. Во-первых, успех публикации напрямую зависит от заголовка. Поэтому заголовок должен быть очень кратким, вот 5-7 слов буквально, конкретным, информативным, отражать суть статьи. Я, например, очень раздражаюсь, вот как частный пользователь, да, когда вот я встречаю заголовок, особенно сейчас в дню космонавтики было «Раскрыто тайной гибели Гагарина». Начинаешь читать, ну, пересказ каких-то, так сказать, версий, ссылки на какие-то чьи-то воспоминания, но «Тайной гибели Гагарина» не раскрыто до сих пор. Но, тем не менее, ведь цепляют заголовком, да, хочется посмотреть. Конечно, заголовок должен быть нескучным, и для чего? Для того, чтобы не затеряться в основной информации, не затеряться в новостной ленте. И, конечно, он должен быть экспертным, то есть человек должен понимать, что он здесь получит какой-то ответ, получит какую-то консультацию, может быть, даже предложит решение. Поэтому удачный заголовок привлекает аудиторию, обозначает какую-то проблему, и в итоге на такой пост реагирует, лайкает, репостит и так далее. Ну, какие варианты заголовков можно рекомендовать для библиотекарей? Ну, например, это заголовки, когда есть некие цифры, некие гендерные различия, и которые начинаются с вопросительных слов. Ну, например, самые читаемые полезные книги, список для женщин. Что скрывает библиотекарь под знаком вопроса, да, там пять осенних книг. Вот заголовок вопроса, он заставляет задуматься, увеличить шансы на просмотр поста, ну, и можно использовать очень простой вопрос или добавить его в конце, как бы, типа, утвердительного какого-то предложения. Например, 100 подписчиков зарегистрировались на семинар библиотеки, а вы? Можно привлечь внимание прием сравнения, что заставляет привлечь внимание аудитории. Например, 10 советов научиться писать тексты, как профессионал. Ну, предполагается, что, прочитав этот материал, вы научитесь писать тексты. Заголовок вызов, который тоже предлагает пользователю как-то проверить себя, испытать свои силы, доказать что-то, тоже может быть иметь такое название. Сможете ли вы найти 7 отличий? Естественно, каждый захочет попробовать. Название поста, которое тоже, может быть, привлечет внимание, узнайте, как использовать старые журналы, например. Или, допустим, как записаться в библиотеку за 5 минут, читать или не читать, 7 причин взять в руки книгу. Можно загадывать абсурдные, шокирующие заголовки, например, каворкинг или тишина должна быть в библиотеке. Грани библиотечных пространств. А может быть, интрига какая-то, скрыта какая-то загадка, например, кто скрывается за стеллажами, ну и так далее. Поэтому можно пользоваться, если вдруг вот у вас фантазия уже совершенно истекает, то можно пользоваться генераторами заголовок и текста в интернете. Поэтому я вам привела пример таких генераторов. Там 5 генераторов описано тоже в приложении. Ну и самое главное, конечно, это определить оптимальную частоту и время опубликования тех материалов, которые вы предлагаете. Ну, утверждают, что интенсивность публикации может варьироваться в зависимости от событий в библиотеке, от информационных поводов. Но не перегружайте ленту большим количеством постов, максимум 5 в день, это уже, как бы, считается достаточно много. Но и избегайте длительных пауз, да, хотя вот один пост в день он должен быть. Ну, в Инстаграм один пост, ВКонтакте, Фейсбуке 3-5 постов в день, то есть в зависимости от того, какую цель вы преследуете. Конечно, должен быть выработан свой стиль общения. Каждый библиотекарь все-таки выступает не только как компетентный специалист в информационной среде, но и это специалист, который использует вот библиотеку в социальных сетях как площадку для беседы с друзьями-читателями. Поэтому еще раз, вот я, наверное, уже об этом говорила, что все-таки официальный стиль, он необходим только вот для законодательной информации, для официальной информации, но все-таки вот доверительный, человеческий, наивный, иногда его еще называют, стиль, который вот все-таки он более приемлем. Ну, и обязательно добавляйте какое-то мнение по каждому размещенному материалу. И, наверное, очень важный совет, и, наверное, такой практический совет, это просматривайте посты коллег, подписывайтесь на их аккаунт. И понятно, что у каждой библиотеки есть свое видение ситуации, но навсегда вы можете найти тех, кто вам понравится, чья позиция или визуальные образы вам близки, кто по-настоящему может вас воодушевить. И поэтому, конечно, вот это общение помогает сделать потом собственные посты, создавать интересный контент, вдохновляться, заряжаться энергией и так далее. Ну, и, кроме того, не ограничивайте вот это взаимодействие коллеги или географии, своих коллег только из своего населенного пункта или там региона. Можно получать информацию от всех специалистов из любого региона России, даже из других стран. Ну, и вы должны понимать, что вот эти ваши подписки, которые вы подписываетесь на аккаунты, их не должно быть очень много, иначе вы будете просматривать все рабочее время или дома эту информацию, если вы хотите ею пользоваться. Конечно, крайне необходимо определить, допустимо ли в вашей группе использование перепостов, да, то есть это тоже очень важно. Разрешаете ли вы копировать вашу информацию или вы ее делаете закрытой, вот это тоже очень важно. Кроме того, необходимо оперативно давать обратную связь с подписчиками, отвечайте на комментарии, на вопросы подписчиков. И хотя вы понимаете, что ваш подписчик ждет немедленного комментария, но ведь у вас же есть определенное рабочее время, поэтому можно сделать тоже шаблоны ответов, типа ваш вопрос принят, мы на него обязательно ответим, или ваше сообщение получено, или там завтра я уточню информацию у специалистов и дам вам там ответ и так далее. Поэтому в любом случае какой-то шаблон, он тоже должен быть заготовлен. Я рекомендую вам посмотреть материал, который опубликовала научная библиотека имени Белинского, Екатеринбург, называется она «Библиотечные книги в социальных сетях, не методические рекомендации». Это Свердловская областная универсальная научная библиотека имени Белинского. Кроме того, я обращаю ваше внимание на то, что есть огромный ресурс, который может быть полезен любому специалисту библиотеки, которая называется «Библиотека образовательно-просветительских материалов по цифровой грамотности». Вот я даю вам ссылку, посмотрите ее, пожалуйста. Кроме того, там есть очень интересные видеоредакторы, видеокомментарии, видеоблоки для того, чтобы разъяснить различные направления цифровой грамотности. Например, есть такой видеоролик, который называется «Поиск информации в интернете и ее проверка на достоверность». Тоже такие достаточно серьезные советы. Ну вот, очень много уже примеров облеченности пользователей, очень много каких-то различных уже исследований и так далее. Ну вот, есть пример Челябинской области, которые провели опрос среди муниципальных библиотек, какой пост вашей библиотеки собрал наибольшее количество лайков. И вот победил видеоролик библиотеки имени Пушкина «Пушкин библиотека», запятая, например, у него было порядка 90 тысяч просмотров. Что еще нужно помнить? Очень важные моменты. Это то, что вся информация, размещаемая в сети, не должна разглашать персональные данные, нарушать законодательство Российской Федерации, об авторском праве, о рекламе в средствах массовой информации, закона о средствах массовой информации. Она не должна способствовать разжиганию межнациональной и межрелигиозной розни. Она не должна задевать честь и достоинство человека, выражать негативную эмоциональную оценку. Важно соблюдать профессиональную этику, соответствовать тому имиджу вашей организации, которую вы стараетесь, так сказать, приобрести и показать. Старайтесь не забывать про клиповое мышление современного пользователя. Он и так перенасыщен информацией, и, в общем-то, он никогда не будет читать объемный текст. Поэтому для лучшего восприятия и усвоения материала пользователю важны яркие визуальные образы. И нужно помнить, что человек заходит в социальные сети в принципе-то только ради общения, ради решения каких-то проблем, может быть, для получения выгоды. Очень многие студенты скачивают готовые рефераты. Ну и, собственно, это является стимулом для вступления в группы, для чтения вашей информации, для чтения ваших постов или перепоста ваших записей. Поэтому здесь очень важно работать с пользователями в разных социальных сетях. И я хочу привести еще один пример из Государственной библиотеки ЮГРЫ. Есть ссылочка. Они подготовили очень интересное пособие, где перечисляют основные аспекты данной работы, например, в сети ВКонтакте. Это взаимодействие с пользователями социальными медиа укрепляет связь читателей библиотеки, способствует популяризации библиотечного фонда. Сообщества социальных медиа – это инструменты, которые позволяют выявить потребность аудитории и контактировать с ней посредством вовлечения их в активную деятельность. Платотворная работа в социальных сетях позволяет увеличить количество пользователей библиотечными услугами и привлекать партнеров для реализации библиотечных проектов. И услуги библиотеки могут быть дополнены и расширены благодаря социальным сетям. Также это удобная площадка для популяризации библиотечных услуг и проектов. Еще хочу обратить ваше внимание на один документ, который тоже достаточно интересно описывает сам процесс цифровизации, в том числе и в сфере культуры. Это совместная конференция, которая прошла в октябре 2020 года совместно с Министерством культуры Российской Федерации и Российский научно-исследовательский институт культурного природного наследия имени Лихачева. Конференция называлась «Цифровизация культуры и культура цифровизации». И современная проблема информационных технологий. Ссылочку на эту конференцию я вам подготовила. Я рекомендую вам обратить внимание на материал Натальи Викторовны Лопатиной. Это зав. кафедра библиотечно-информационных наук Московского государственного института культуры. Она доктор педагогических наук. Ее материал назывался «Управление цифровизацией культуры. Опыт ошибки перспективы». Я приведу оттуда несколько цитат. Во-первых, несмотря на то, что темпы диффузии информационных технологий в информационных практиках в сферу культуры в 90-е годы демонстрировали отставание от отраслей лидеров российской экономики данного периода, все-таки мы прошли этот путь в ускоренном порядке. Мы модернизировали материально-техническую базу посредством интеграции аппаратных средств и делегирования отдельных функций информационным системам. Если в библиотеке, то это электронный справочно-поисковый аппарат, это музейные каталоги для библиотек, информационный менеджмент сейчас достаточно развит и специалистов готовят в этом направлении. То есть вот та специфика 90-х годов, этот этап заключался именно в таком догоняющем характере. И выявили следующие особенности, это то, что вот как никогда в этом была видна роль государства, потому что именно государство спускало вниз инициативы по новациям, по учреждениям культуры, по кадровому потенциалу отрасли, как поставщика инноваций массовому потребителю. То есть все-таки государство играло все-таки большую роль, первое, как государственное управление отраслью, как поставщик вот такой деятельности. Второй этап информатизации как раз заключался в том, что был прорыв, возникли новые инициативы, и опережающим для данного этапа как раз явилась смена векторов информатизации культуры, от локализации, вот как раз концентрации на функциональных аспектах прикладной информатики в культуре, к пониманию необходимых условий для разработки IT-технологий, ну и так далее, и так далее. Ну и в этот момент основные условия были как раз сосредоточены вот на том, о чем мы говорили вчера, это на диджитализации как новационном способе сохранения культурного наследия. Но вот с конца 2000-х до начала 2010-х годов, они как раз тоже большую роль играло государство, это включение информационно-технологических сюжетов, реструктуризация информационной инфраструктуры, культуры, и ключевым управленческим инструментом здесь выступал проектный подход, когда поддерживались любые инициативы учреждению культуры, в том числе и библиотек, как раз вот в поиске нововведений, в поиске использования новых технологических особенностей и так далее. Ну и кроме того, был ускоренный темп и масштабы информатизации культуры, и вот с 2010-го по 2020-й год, это как раз этап масштабной реализации задач, которые были поставлены на предыдущем этапе, но вот как раз были масштабные проекты по обеспечению доступности культурных благ, и самая главная особенность этого, наверное, этапа, это ориентация на потребителя, как основного, так сказать, потребителя нашей информации. Что еще? Что главное, что, наверное, вот если говорить об опыте цифровизации, это то, что на современном этапе вся цифровизация будет связана с трансформацией экономики культуры как полноценного участника сектора цифровой экономики. Вот это вот тоже очень важно. Почему? Потому что для этого потребуется не только поиск новых решений, создание продуктов и услуг с новыми характеристиками, но и разработка правовой базы и их производства, и реализации. Кроме того, обеспечение качества цифровых продуктов и услуг в сфере культуры. Эта проблема очень ярко проявилась в момент нашей с вами эпидемии ковида, когда мы находились в самоизоляции. И вот эта проблема, которая очень обнажилась, что не все специалисты учреждений культуры, не все, скажем так, организации в этой отрасли очень быстро смогли сориентироваться и научиться пользоваться вот теми инструментами, о которых мы говорили. Ну и самое главное, конечно, что нас ждет в современной ситуации, это все-таки гармонизация онлайн и оффлайн направлений, проектов и инициатив в сфере культуры. Потому что вот найти тот баланс как раз между онлайн и оффлайн деятельностью, это вот тоже дорогого стоит. Ну, какие перспективные направления цифровизации культуры? Это, во-первых, организация профессионально антиориентированных исследований в сфере цифровизации. Нужно понять, да, что произошло, на каком мы сейчас находимся этапе, кто является флагманом этой деятельности, у кого, какие регионы, так сказать, вот западает эта ситуация, что для этого необходимо и так далее. Во-вторых, конечно, это осмысление проблемы, проектирование цифровой готовности как раз вот на региональном, корпоративном, индивидуальном уровнях и так далее. В-третьих, конечно, это развитие кадрового потенциала отрасли. Почему? Потому что вот тут нужно тоже вот уметь находить специалистов из приграничных отраслей, это может быть и прикладная информатика, может выделиться как отдельная такая структура в сфере культуры. Почему? Потому что ну тоже не может один человек быть специалистом и, условно говоря, там в какой-то узкой библиотечной отрасли, в то же время он может быть специалистом и в IT-отрасли. Поэтому нужно искать вот какие-то точки взаимодействия, готовить специалистов с тем, чтобы они могли это воспроизводить. Ну и, конечно, это разработка ключевых показателей эффективности вот для проектов и программ цифровизации культуры. Потому что до того, как разработаны такие критерии, мы не можем понять, да, не сможем оценить свой опыт. И какие же уроки, вот ряд уроков, которые может быть вынесен пока вот анализируют то, что произошло в отрасли в связи с ее цифровизацией. Ну, во-первых, насколько ориентирована управленческая парадигма, да, насколько мы можем судить, насколько мы можем соответствовать, да, насколько мы можем в практике применять вот те руководящие и указающие действия нашего все-таки управленческого звена. Во-вторых, это социальная все-таки ориентация программы проектов и ориентация на приоритеты и цели пользователя, на приоритеты и цели в целом общественного развития. Кроме того, разработка и реализация кадровой политики направлены на обеспечение необходимого количества и поддержание в актуальном состоянии кадров, которые все-таки понимают специфику, умеющие решать задачи развития культуры в цифровом мире. Вот, к сожалению, пока вот эта составляющая чуть запаздывает. Понимание неоднородности потребительской аудитории. Почему? Потому что все-таки есть творческие работники, есть массовые потребители, есть специалисты, которые занимаются свободным творчеством. Вот как-то нужно все это объединить и понимать, что это в природе существует. Ну и, конечно, необходимо поддерживать полисистемные субъектные связи, это государство, отраслевое управление, рынок, частные инициативы и так далее. Ну и, кроме того, конечно, каждый специалист, каждый работник библиотеки должен понимать, что от его уровня, той цифровой грамотности, которой он владеет, зависит, в принципе, и состояние работы его библиотеки, в принципе, и, в общем-то, всей отрасли библиотечной, которая есть у нас в стране. Я предлагаю вам каждому проверить свою цифровую грамотность, написав цифровой диктант, ссылочку на который я вам дала в приложении, я лично набрала 8 баллов из 10, и основные мои ошибки были как раз в недопонимании значимости грамотного поведения, системе безопасности работы в интернете. Вот я для себя, так сказать, вот такую галочку поставила, что надо, этому тоже надо учиться. То есть, в принципе, знать и понимать, что там происходит, нужно, но нужно понимать, что и обеспечить личную безопасность, это тоже очень и очень важно. Ну и надо учиться у специалистов, которые работают, конечно, в коммерческой отрасли, нужно понимать, что они предлагают. Вот, кстати, контент-план, который я вам предлагала, это маркетолог, который работает в бизнесе, она вот помогла, составила вам для вас такой контент-план. Почему? Потому что посчитала, что может принести пользу. Ну вот нестандартные различные способы размещения пиар-рекламы, они существуют, их просто надо видеть и знать. Мне вот лично вот это тоже очень нравится, рекламный ход, это организация, которая занимается изготовлением памятников, они же висит призыв, да, курите, мы вас подождем. Это различного рода использование художественных каких-то образов для привлечения внимания. Ну и самое главное, что я вам хочу посоветовать, это работу госпожи Тасалиевой, это 25 эффективных способов подачи контента в электронном ресурсе, ссылочка будет тоже прикреплена. И, конечно, самое главное, что вы должны любить пиар, вы должны понимать, что это очень важный аспект деятельности учреждения, в том числе и библиотеки. И это может быть подтверждено еще одним очень важным моментом, это постоянно поиск каких-то конкурсов, поиск каких-то грантодателей, которые могли бы профинансировать вот вашу деятельность в этом направлении. Я приведу вам два, две возможности сейчас, которые буквально вот здесь и сейчас, что называется, можно использовать. Это премия, которая называется блокпост, премия за лучший книжный блок года, она продлится до 10 мая, поэтому время попасть туда еще есть. Организовали этот конкурс, книжный сервис по подписке, это Майбок, это книжный рекомендательный сервис Ливы Лип, который я называла уже сегодня Лайф Лип. Это журналы «Читаем вместе» и «Дружба народов», ну и литературные мастерские, которые называются «Креатив» в рейтинг-шоу. К участию приглашаются авторы блога, ведущего на русском языке, не менее половины контента которого посвящено книгам и литературе. Кроме того, блог может быть размещен на одной из платформ, это Facebook, Instagram, ВКонтакте, Telegram, YouTube и так далее. Это может быть просто аудиоподкаст или любой другой вариант. Заявки принимаются по конкретному адресу, сайт конкурса тоже у вас есть в подписке, вернее в той подборке, которую я вам подготовила. И я считаю, что очень интересный конкурс, в котором нужно тоже принять участие, называется он «Всероссийский конкурс «Самый читающий регион». И время у вас есть до 7 сентября 2021 года. Он проводится среди субъектов федерации, покажет достижения регионов развития литературы и доступность чтения за 2020 и 2021 годы. Участники должны представить наиболее значимый проект в области литературы и поддержки чтения. И при оценке будут учитываться показатели читательской вовлеченности, поддержания литературных традиций, активности литературной жизни регионов. Ну и кроме того, анкета должна включать в себя статистические данные и справки о региональных инициативах в сфере культуры. Ну кроме того, конечно, надо понимать, что этот год – это год науки и технологий в России, 60-летия полета Юрия Гагарина. То особое внимание предлагается уделить проектам и мероприятиям, которые популяризируют нон-фикшн и научно-техническую литературу, в том числе посвященную освоению космоса. Конкурс проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Тоже есть ссылочка на этот конкурс. Если у вас есть такая возможность, я предлагаю все-таки принять в них участие. Напоминаю, что мы завершили с вами цикл трех семинаров по цифровым технологиям, по работе, по пиар-деятельности в условиях цифровой ситуации. Коллеги, очень сложно было отобрать материал, потому что материал огромное количество. Очень сложно было привести какие-то конкретные приемы, потому что информации на самом деле настолько много, что я вам рекомендую просто пройти еще раз по тем ссылкам, которые я для вас подготовила. И там уже выбрать каждый по своей потребности, что называется. На этом я завершаю. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, встретимся в мае на следующих семинарах. А пока всего вам доброго, будьте здоровы, с праздниками вас наступающими, всего вам доброго.